Добрый вечер! В эфире Вести Крачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Долгожданное событие для жителей Улла Каменомост Крачаевского района в торжественной обстановке расплакнул свои двери новые Дом культуры. Радостное событие в честь образования Крачаево-Черкесской республики произошло и в Абазинском районе. Декан на 250 мест открылся в ауле Эльбурган. А Черкесске в честь празднования 195-летия республиканской столицы мэр Алексей Баскаев наградил отличившихся в различных сферах специалистов. Монумент Стелла в Черкесске – наша очередная постоянная рубрика об исторических и архитектурных памятниках нашей республики. В ней празднования Крачаево-Черкесии в республике были открыты 12 новых социально-культурных и спортивных объектов. В ауле Каменомост торжественно открыли новый Дом культуры. Мадина Каракетова подробнее. Аул Каменомост – один из самых старейших в Карачаево-Черкесии и, несомненно, один из самых красивых. Расположенные в живописнейшем ущелье, питаемый водами Кубани, Каменомост никого не оставит равнодушным. Здесь еще чтят традиции и обычаи. Весомо слово «старейшин» поддерживаются добрососедские отношения. Горе и радость аульчане встречают плечом к плечу. И открытие нового Дома культуры жители аула планировали пышным. С гостями, угощениями, песнями и плясками внес свои коррективы в планы ковид. Но традиционная красная лента перерезана не менее торжественно. Немногочисленные гости из числа представителей правительства Карачаева-Черкесии и депутатов Народного собрания совершили небольшую экскурсию по зданию Дома культуры. Гостей приветствовали старейшины аула. Я безмерно счастлив сегодня. Нашему аулу уделяется хорошее внимание. На встречах старейшины говорили главе республики о необходимости спортплощадки, ФАПа, ремонте школьной территории. Это все сделано. И этот дворец культуры этим зданием особо порадовали нас, старшие поколения. Будет место, где мы можем собираться, вести диалоги с подрастающими поколениями, принимать решения относительно нашего села. И просто пообщаться по-стариковски. Некогда в Каменномосте действовал сельский клуб. Выходным здесь крутили индийское кино, проходили эстрадные концерты, творческие вечера поэтов, писателей, деятелей культуры и искусства. Но со временем это все сошло на нет. И образно выражаясь, двери клуба были заколочены. В новом доме культуры расположатся всевозможные кружки. Для каждого построено отдельное помещение. Предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями. А зрительский зал со сценой способен вместить 250 человек. Особая гордость дома культуры – класс хореографии. Альберт Лакаев, учитель по национальным танцам, многих поколений каменомостцев не нарадуется. Станки. Без станков, без зеркал, хореографии не бывает. Это как дом строишь. Фулдамент какой будет, стены так будут держать. А если вот такого класса не будет, хореографии, танцы не бывает. Раньше мы занимались в этом клубе, в старом. Потом в школе этот старый клуб закрыли. Аварийное состояние. В школе занимались. Теперь будем здесь заниматься. Детей много. Самое главное, что мальчики подтянулись. Всегда бывает так, что от недевачки приходят. А теперь, когда все вот это все увидели, уже и мальчики подтянулись. Жители аула каменомоста в лице Старейшин с долгожданным домом культуры поздравили гости. От имени главы Рашида Борисовича Тимрезова от себя лично, во-первых, поздравить всех здесь присутствующих с Днем Республики. Сегодня очень знаменательное событие у нас. И поблагодарить всех, кто принимал участие в проведении сегодняшнего мероприятия. Этот дом культуры построен в рамках приоритетного национального проекта «Культура». Анзор Иркенов добавил, что дома культуры строятся во всех селах и аулах республики. Этот вопрос на личном контроле у главы Карачаева Черкесии. Каменомост по праву можно назвать кузнецей знаменитостей. Первый архитектор города Карачаевска Али Султан Гирюгов, председатель исполкома областного совета Карачаевской автономной области Курмана Ликурджиев, известный писатель Назифа Кагиева, капитан атомной подводной лодки, капитан первого ранга Мурат Ауботов, герой России Дугирби Узденов, знаменитые во всем мире спортсмены-вольники, братья Тимрезовы и Караевы. Если продолжить список, получится внушительным. Каменомост имеет еще больше потенциал. Еще многие аульские дети впишут свои имена золотыми буквами в историю России, в том числе и в культурную, и спортивную ее страницы. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Каменомост. Новый дом культуры распахнул двери и вауле Эльбургана Базинского района. О важности события и о значимости культурного учреждения для селян расскажет Альбина Ламкова. Для жителей Эльбургана открытие Дома культуры стало настоящим праздником. Теперь жизнь аульчан станет ярче и интереснее, отмечали все гости торжества. Все эти объекты построены в первую очередь благодаря, конечно, активной работе главы нашей республики, правительства, команде с главами районов, поселений. Это огромный, большой труд. Благодаря этой работе мы смогли участвовать в федеральных программах. И сегодня на выходе мы видим это прекрасное, красивое здание. Хочется поблагодарить строителей, которые построили нам этот замечательный объект. Мурат Озов, поздравив всех с праздником, выразил надежду, что в этом здании будут воспитываться хорошие и талантливые люди, которыми можно гордиться. После торжественного открытия гости направились в здание. В фойе расположилась выставка «Спасибо за победу» с личными вещами участника Великой Отечественной из Альбургана. На стене были представлены фотографии с известными людьми из села и картины художника Мухаммеда Агачева. Осматривая зрительный зал, все заметили его внушительный размер. Он рассчитан на 250 человек. На экскурсии в библиотеке гостям рассказали о том, что работа здесь уже налажена. Также в новом доме культуры расположен хореографический зал. Помещение для различных кружков и служебные кабинеты. Теперь у эльбурганцев есть все условия, чтобы развивать свои таланты в разных направлениях культуры. Все массовые мероприятия, которые проходили в ауле Эльбургана, проходили в маленьком актовом зале школы. Мы там учились. Благодаря главе республики Рашиду Борисбеевичу в этом году, сегодня мы открыли прекрасный дом культуры. И этот дом культуры для жителей аула станет центром протяжения. Школьники, дети будут заниматься разными хореографическими кружками. После официальной части торжественного открытия дома культуры выступили артисты Абадинского района. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Руслан Харченко, Веси, Карачаево-Черкесия, Абадинский район. В честь празднования 195-летия черкеска мэр республиканской столицы Алексей Баскаев за профессионализм и за высокие показатели в работе наградил почетными грамотами специалистов, отличившихся в различных сферах деятельности. Также были награждены медработники, которые в период пандемии боролись с распространением коронавируса. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Все ваши профессиональные качества несут большое благо в развитии не только нашего города, но и всей республики, подчеркнул своим выступлением мэр Черкеска Алексей Баскаев. Также было отмечено, что из-за ситуации пандемии коронавируса именно благодаря сплоченности и внимательному отношению к своему делу удалось сохранить стабильность. Ваше трудолюбие, вовлеченность в проблемы города и чаяния людей – залог развития и процветания столицы нашей республики. В этом году серьезным вызовом для всех сфер, ну и прежде всего для здравоохранения, стала новая коронавирусная инфекция. Благодарю всех за единство и сплоченность. Особые слова признательности нашим врачам и всем медработникам. После Алексей Баскаев наградил почетными грамотами специалистов, отличившихся в разных сферах деятельности. Также с особой теплотой и благодарностью руководство города тазалось о медработниках, которые в тяжелое время пандемии принимали активное участие в борьбе с коронавирусом. Сами же виновники торжества выразили благодарность мэрии Черкеска и поздравили всех жителей столицы. Всех сегодня награжденных поблагодарить руководство города за высокую оценку нашей битвенности. И я думаю, мы можем смело помечать, что в дальнейшем будем делать все, чтобы наш город процветал. Очень приятно, что нас заметили, отметили наш труд. Было очень приятно получить грамоту, получить столь высокую оценку нашей работы. Хотела бы пожелать нашим жителям, чтобы побыстрее закончилась эта пандемия, чтобы прекратились вот эти все мучения, страдания, как для обычных граждан наших пациентов, так и для всех сфер, структур, потому что задействованы оказались все сферы нашей республики. Помимо этого, благодарностью главы республики была отмечена начальник отдела по работе с письмами и заявлениями граждан мэрии Черкеска Людмила Скачедуб. Всего почетными грамотами были награждены 25 человек. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Ахмат Апаков из Карачаево-Черкесии получил сертификат в размере 1 млн. рублей на дальнейшее образование. Сначала он вошел в число победителей окружного этапа конкурса. Накануне был суперфинал, участие в котором приняли 300 конкурсантов. Конкурс «Лидеры России» – это уникальная площадка, которая способствует личностному росту и развивает профессиональные компетенции. Средства сертификата будут направлены на повышение квалификации в Высшей школе государственного управления «Ранхикс». Все участники всероссийского конкурса получат наставника из числа топ-менеджеров крупнейших компаний и управленцев нашей страны. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Крачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза. В отдельных районах будет сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 6,11, температура ночью 12,17, днем 21,26, а в горах ночью до плюс 9, днем до плюс 16. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 15,17, днем 24,26 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5 586 человек. Из них 4 468 выздоровели, госпитализированы 228 пациентов. Мы продолжаем рассказывать вам об исторических и архитектурных памятниках нашей республики. Сегодняшний наш материал посвящен монументу «Дружба» в Черкесске. Подробнее о Стелле расскажет шерифат Лепшокова. Парк Зеленостров давно уже стал визитной карточкой республиканской столицы. И лучший вид на достопримечательности без преувеличения именно отсюда. С площади дружбы народов со знаменитой Стеллы, ставшей за десятилетия неотъемлемой частью города. Обозвели ее в 79-м году, открыв буквально в кону дня Великой Октябрьской революции. На редкость удачно была выбрана и площадка для монумента, символизирующего единство горцев и русского народа. Высокий обрыв, круто спускающийся к пойме Кубани, стал естественным постаментом для многометровой Стеллы. Четкие контуры и пропорции сразу же сделали монумент неотъемлемой частью живописного ландшафта Зеленого острова. Неординарные объекты возводились непоказным энтузиазмом. Что символично, при строительстве Стеллы утвердились в принципе взаимовыручки и взаимопонимания. Работали в две смены, чтобы успеть все завершить в 7 ноября. Частыми гостями стройки были и авторы проекта, скульпторы конников и архитектор Рожин, оставшиеся довольными реализацией их замысла. Идея возвести монумент «Дружба» возникла еще в 57-м году, в год 400-летия добровольного присоединения народов Карачаева-Черкесии к России. Осуществить же задуманное удалось в канун 62-го годовщины октября. С той осени 79-го года прошло немало времени. Но что знают горожане об уже привычном для них памятнике? Знаю, что Стелла. А чему посвящена, не знаю. Это Стелла. Это, как его называют, герб нашего черкеска. Может быть и так, да. Просто это Стелла, построенная в честь образования Карачаева-Черкесской республики. В действительности Стелла была призвана увековечить многовековую дружбу между народами Карачаева-Черкесии и России. И 6 ноября 79-го года, в канун главного советского праздника, монумент был открыт. Перед сотнями собравшимися предстала гранитная Стелла высотой 26 метров, на которой были высечены даты 1557-1957. К монументу прикрепили бронзовое кольцо диаметром более 9 метров, на котором чётко выделяются барельефные изображения, отражающие этапы развития братских отношений между горцами и русским народом. Выступавшие на том празднике говорили о том, что много воды утекло с Кубани с той поры, как было закреплено добровольное присоединение Карачаева-Черкесии к великому русскому государству. Немало испытаний выпало на долю народов нашей страны, но ничто не поколебало этого единства. Присоединение способствовало дальнейшему укреплению экономических и культурных связей. И сегодня, спустя больше 40 лет после открытия Стеллы, мы можем с уверенностью повторить те же слова. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Давай найдём друг друга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова